всем привет это канал криптонист сегодня мы поговорим о продвинутом способе хранения паролей который применяется в криптонистру сначала я расскажу какая у нас была боль и проблема в этом вопросе какие требования мы сформировали к менеджеру паролей и далее я покажу полностью настройку и продемонстрирую работу менеджера паролей который мы выбрали сразу хочу отметить что мы говорим про хранение паролей то есть сейчас кто-то скажет а у меня есть двухфакторка я использую двухфакторку зачем мне пароли это разные вещи двухфакторка это один уровень защиты пароли это другой уровень защиты вот мы как раз говорим про пароли а именно про их хранение поехали проблема паролей заключается в том что их стало очень много если раньше мы могли себе позволить использовать какой-то один простой пароль во многих учетных записях то сейчас это уже неприемлемо по той причине что утеря доступа какой-либо учетной записи может обойтись нам в кругленькую сумму денег другая проблема заключается в том что пароли стали сложными и длинными наверняка вы часто сталкивались такой ситуации когда вы регистрируете какой-то аккаунт какой-то учетной записи вы хотите поскорее пройти этот процесс выводите простой пароль но он не принимается появляется сообщение что обвидеть еще цифру выводите цифру он говорит обведите еще большую букву вот эти большую букву потом появляется ошибка отдавайте еще какой-нибудь спец символ вы вот эти спец символ им в конце появляется сообщение что пароль минимум должен стать 13 символ то есть пароли у нас должны быть длинные, сложные и уникальные к каждой учетной записи. Соответственно, у нас их будет очень и очень много. Я сказал, что утеря доступа к какой-либо учетной записи может нам обойтись в кругленькую сумму денег. Приведу наш печальный опыт. Один раз наш сайт взломали, и злоумышленники получили доступ к сайту буквально на 10-15 минут. Мы сразу же это заметили, поэтому мы их выкинули через 15 минут. Но последствия этого взлома нам пришлось разгребать в течение двух недель, и мы потеряли существенную сумму денег. Взлом был осуществлен не через перебор паролей, у нас как раз стоят сложные и длинные пароли, а через плагин, который был установлен на сайте. После этого я начал читать много и изучать. Когда попадаешь в такие ситуации, то ты начинаешь невольно поглощать информацию с невероятным аппетитом. Естественно, мы приняли соответствующие меры по улучшению защиты сайта. Но в тот момент я задумался, если злоумышленники могут получить доступ к небольшой частичке сайта на 15 минут и могут принести такой ущерб, то что они могут сделать, если они вообще получат доступ ко всем паролям. Я понимаю, что это крайне маловероятно, но все же, какова будет цена компрометации всех ваших паролей? Прокрутив в голове все риски, я принял решение обеспечить максимальную, самую-самую топовую защиту для всех наших паролей. Ну или почти всех. Первое, что я сделал, я разделил их на две части. Первая часть — это те пароли от тех учетных записей, при компрометации которых мы понесем серьезный ущерб. Это хостинг, это админка сайта, это телефония, это взаимодействие с клиентами и так далее. Вторая часть — это те пароли от тех учетных записей, при взломе которых, в принципе, мы ничего не потеряем. Это SMM-рассылки, это доски объявлений, это какая-то аналитика. Итак, у меня есть теперь список тех паролей, которые я хочу хранить на самом-самом топовом уровне. Первое и самое важное требование, которое я сформировал, это защититься от онлайн-атак, чтобы злоумышленник никак не мог получить доступ ко всем моим паролям. Поэтому я пропустил все горячие менеджеры паролей и начал искать какие-то аппаратные решения. И признаюсь, ничего хорошего я не нашел. Я наткнулся на несколько каких-то малоизвестных брендов, я наткнулся на такие решения, как защита менеджера паролей типа OnePass, LastPass с помощью токенов UBKey, но мне показалось это достаточно сложным решением. И спустя время я понял, что единственным аппаратным способом хранения паролей, причем с открытым исходным кодом, является аппаратные кошельки Trezor One, Trezor T. И перед тем, как вообще показать все это, немного тезисов. В чем фишка вообще использования Trezor при хранении паролей? Файлы будут храниться на облаке, на текущий момент это Dropbox, либо Google Drive. В модели Trezor T есть microSD-карты, и надеюсь, что вскоре они допилят эту возможность, чтобы пароли можно было хранить на SD-карте. Хороший вопрос, если пароли хранятся в облаке, то зачем вообще Trezor? Дело в том, что Trezor будет хранить приватные ключи, с помощью которых и будут шифроваться пароли. Если говорить более конкретно, то каждый пароль будет шифроваться и дешифроваться отдельным приватным ключом. Все эти приватные ключи можно будет рассчитать из секрета, который будет состоять из 12, 18, либо 24 английских слов, то есть SIDA. Сам SID будет сгенерирован в самом устройстве, никто его никогда не будет знать, будет использовано случайное число операционной системы и случайное число генератора случайных чисел, вшитый в железо девайса. Далее берутся эти два случайных числа, смешиваются, и с помощью этого смешанного случайного числа рассчитывается SIDA. Интерфейс менеджера пароли представлен в виде расширения, которое доступно в Google Chrome, либо в браузере Brave. Итак, представим, что мы приобрели Trezor и распаковали его, он нам пишет Trezor IO Start. Что мы делаем? Заходим на тот адрес, который отображен на дисплее. wallet.trezor.io Здесь можно в первую очередь поменять язык для удобства и установить микрокод, это мы устанавливаем прошивку. Прошивка установлена, теперь нам нужно отсоединить устройство от ПК и подсоединить его заново. И нам предлагается либо создать кошелек, либо восстановить. Восстановление нам пригодится в случае, если мы потеряем девайс сам, и чтобы восстановить ключи и расшифровать наши пароли, нам потребуется новое устройство, мы его покупаем, вводим этот секрет, seed, из 24 английских слов, и далее мы рассчитываем наши приватные ключи и сможем уже отобразить наши пароли. В данном случае мы только-только приобрели девайс и только-только начинаем пользоваться Trezor Password Manager, поэтому мы создаем новый кошелек. Подтверждаем действие на устройстве, и вот в этот момент как раз генерируется случайное число 256-битное. Мы попадаем в интерфейс криптовалютного кошелька, здесь у нас биткоин, но представим, что мы вообще не пользуемся криптовалютой, нам нужно просто хранить пароли. Поэтому мы переходим к такой операции, как создание резервной копии, здесь как раз есть кнопка, нажимаем на нее. Вот здесь очень важная информация, что нельзя фотографировать, seed, нельзя его как-то хранить в онлайн, лучше его записать исключительно на бумаге. Мы принимаем все это, нажимаем продолжить. И далее отображаются поочередно слова. Я, естественно, нарушу это правило, мне нужно где-то записать все эти слова, поэтому я запишу их у себя на ПК. Но вы ни в коем случае этого не делаете, вы это делаете на бумаге. Первое слово мы записали, говорим next. Next, третье слово. И далее я ускорю видео. И вот у меня последнее слово, пульс. А важно здесь нумерацию соблюсти, то есть когда вы будете это переносить на бумагу, то обязательно пишите единицы, первое слово, второе, второе слово, третье, третье слово. Это очень важно и это пригодится при восстановлении. Вот я записал все 24 слова. Здесь идет перепроверка всех этих слов, мы перепроверяем. Когда все перепроверили, мы нажимаем кнопку finish. Это мы сделали. Далее эта бумага, это самое-самое важное с этими словами. Мы ее просто прячем, мы можем скопировать, продублировать и хранить в двух разных местах, потому что именно с помощью этих 24 слов мы в будущем сможем расшифровать файл с паролями. Здесь дальше идут такие вещи, как установка пин-кода, присвоение имени и так далее, но я же говорил, что я хочу защититься от онлайн-атак, поэтому мне устанавливать пин-код на аппаратный кошелек нет смысла. Я выбираю опцию продолжить позже все эти настройки. Я открываю Google Chrome, интерфейс Trezor можно закрыть. Trezor, Password, Manager. Скачиваю с Google Play, это расширение. Добавляю это расширение сюда. И после открываю его. И здесь как раз появляются эти две опции через Dropbox или через Google Drive, что вам ближе, что вам комфортнее. У меня есть Dropbox, поэтому я буду хранить файл с паролями на Dropbox. Итак, разрешаем доступ Trezor Password Manager к Dropbox. Извините, если я бью по мышке как-то сильно. После этого, если мы зайдем в наш Dropbox, то мы обнаружим новую папку Trezor Password Manager. Но в ней не будет никаких файлов. Теперь мы говорим, что Trezor проснутся, он просыпается. Активируйте Trezor Password Manager. Да. И в этот момент создается файл, где будут храниться пароли. Вот отобразился интерфейс. И в самой папке Trezor Password Manager появился вот этот файл с разрешением PSWD. Интерфейс очень простой. Здесь есть теги. Можно добавить тег. Есть поисковая строка. И есть кнопка добавить пароль. То есть здесь мы вводим URL, title, юзернейм наш, пароль, какой-то секретный комментарий и теги. Чтобы вручную не забивать все там 30-40 паролей, можно сделать это автоматически. Для этого мы нажимаем на кнопку в правом верхнем углу. И здесь есть такая штука, как Import Storage. После чего нам нужно перенести сюда файл с форматом CSV. Это таблица. Давайте я ее покажу. Вот этот файл. Я могу его открыть с помощью Excel. И вот в таком виде находится таблица. Логин, то есть имя аккаунта. Пароль. Что это за учетная запись? Mail.Ru, Gmail, Binance. Кстати, Binance я неправильно записал. Binance. Ссылки. Обязательно. Потому что мы будем логиниться через Trezor Password Manager. По крайней мере, такая возможность есть. И теги. Ну и также какой-то комментарий мы можем указать. Первую строку можно вообще-то удалить. Можно оставить, неважно. Давайте сохраним все это. Закроем. Откроем Trezor Password Manager. И попробуем перекинуть вот этот файл CSV сюда. После чего нам нужно просто указать соответствующие столбцы. Первый столбец, как я говорил, можно вообще удалить, а можно здесь нажать скрыть его. Значит, первый столбец это у меня учетные записи, то есть юзернейм. Второе это пароли. Третье это что это за сервис, title. Четвертое это ссылка, URL. Теги совпали и Secret Note тоже совпали. Нажимаем Import Case. 10 паролей импортированы. Нажимаем Continue. Уберем вот эти теги, которые были установлены по умолчанию. И Bitcoin тоже. Теперь у нас вот в таком виде загрузились все пароли. Почта, биржа, социальные сети, банкинг. Можно отобразить все. Все эти учетные записи у меня фейковые. У меня есть единственная учетная запись, которую я использовал. Павел Сатошиков. И в чем фишка? Давайте зайдем в него. Чтобы зайти в запись, нужно будет разблокировать ее с помощью аппаратного кошелька. Без него это нельзя будет сделать. И как мы видим, здесь автоматически подставляется логин. Нажимаем Вести пароль. Пароль тоже уже подставлен. Нажимаем Войти. И мы заходим на почту. Таким образом, мы даже не вводили пароль. Нам его не нужно вводить. Трезер автоматически его подставил. И по аналогии мы можем попадать точно таким же способом в другие учетные записи. Я еще хотел показать кое-что. Мы можем отобразить вообще пароль. Например, нажав на кнопку Edit. Отобразить или изменить. Подтвердить это на аппаратном кошельке. И все эти поля нам доступны. Мы можем посмотреть пароль. Или мы можем здесь что-то изменить. Любые изменения также требуют подтверждения через аппаратный кошелек. Давайте подведем итог. Я хотел защитить все свои самые-самые важные пароли от онлайн-атак. Через Trezor Password Manager я это сделал. То есть пароли у меня хранятся в зашифрованном виде. В файле с разрешением PSWD. Расшифровать этот файл может только тот человек, у которого будет Trezor. Либо тот человек, который получит доступ к моей сид-фразе. То есть, чтобы злоумышленнику получить доступ ко всем моим паролям, ему нужны две вещи. Первое. Это взломать мой Dropbox и получить файл с паролями. Второе. Это найти вот эту бумажку, которая будет храниться у меня дома. Удаленно сделать это невозможно. И здесь очень важный момент. Нам нужно вот эти две составляющие, две части держать в сохранности. Это сам файл с паролями. И второе. Это сам сид. Я считаю, что это одно из лучших решений на сегодняшний день. Оно может быть не очень удобное, но зато оно очень безопасное. И пригодится в случае хранения самых-самых важных паролей. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Это был канал Криптонист. Храните ваши пароли в безопасности. Окей. Ну, я думаю, можно как-то причесать это.